Ну, сегодня вообще без шуток. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, и вы на канале Friday School. И сегодня мы с вами поговорим не просто о людях, мы поговорим о сверхлюдях. Заодно продолжим серию наших роликов про металлы из стран СНГ. Сегодня мы поговорим про Казахстан, но прежде чем мы с вами пообщаемся про Казахстан, мы хотим попросить вас нажать лайк под этим видео, рассказать о нем друзьям. Также милости просим вас в наш донейшн-алерт, опять же, ради Роллтона. Та-та-та-та. Потому что Роллтона я еще до сих пор не поел, а хочется кушать, между прочим. А теперь без лишних слов давайте с вами начнем. Собственно говоря, о чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы с вами поговорим о целой стране сверхлюдей, которые не перестают удивлять. Тот же самый Скриптонит удивил тем, что он, оказывается, умеет четко произносить слова. То есть мы поговорим, проще говоря, о Казахстане. Шуток про Казахстан никаких не будет, потому что я не намерен шутить про целую нацию, которая за сутки смогла переименовать свою столицу. Я не хочу проснуться с утра Нур-Султаном и вам не советую. Оставь коммент, если ты уже Нур-Султан. Ну что ж, поехали. И первая у нас на очереди группа Фугос. Или Фугас. Популярная казахская независимая альтернативная группа была основана в январе 2009 года. Из интересного это то, что у каждого участника группы свои музыкальные предпочтения и вкусы, что и накладывает свой отпечаток на музыку, делая ее разнообразнее. Никто не спорил на тему того, какую музыку или какое направление стоит играть. Песни там в принципе рождаются из импровизации четырех музыкантов. Теперь давайте посмотрим на ребят потяжелее. Да и не просто ребят потяжелее, а целую сборную солянку, где как раз-таки затесался кое-кто из Казахстана. Контрадикшн. Участники крупных европейских фестивалей, совместного тура с Оверкилл, а также гости аншлаговых шоу Сакрет Рейх в Европе. И это еще не считая многочисленных сольных концертов. И это все только за последние лет уже 20 карьеры группы. Сама группа была основана в городе Семипалатинск, Казахстан. И поначалу играла альтернативный металл. Спустя некоторое время основатель группы Никита Тарасенко перебрался в Чехию. В результате чего стиль и звучание группы потерпело значительные изменения, прогрессировав в Rental Gen. Группа, собственно, в данный момент является One Man Project, для которого ведутся активные поиски достойных музыкантов. Продолжаем утяжелять вектор повествования. И дальше у нас на очереди симфоблэк группа Seven Sins. По имя темных богов, конечно же. Группа Seven Sins была образована летом 2008 года на востоке Казахстана. Основные музыкальные направления до 2014 года играли Death Metal. С 2014 года симфоблэк Death Metal. Достижение у группы массы и... на этом всё. А вы что ожидали? Что они кошек режут во благо тёмных богов? Да не, просто доброт на такой симфоблэкодетх. Отдалённо напоминающий, кстати, смесь Диму Боргера и Бегемо. Ярысь богом, сантисицы косы, не остановят меня. Жить течно хочу, во благо земли. Я должен найти для себя. Про Блэк поговорили, но оказывается в Казахстане есть ещё и Групп Металл. Группа Зараза. Зараза. Казахстанская Групп Металл-группа, которая сформировалась в 2012 году. Они превратились в одних из лидеров металлической тусовки Средней Азии. Группа также совершила самостоятельный тур по региону ещё в 2013 году в рамках своего выступления. Команда не только играла в Казахстане и Кыргызстане, но успела выступить Стир, Роттин Край, Старкона. В 2018 году они даже совершили тур вместе с венгерской группой Эктоморф. Мы помним про них, да? А в 2019 году с Бразильской Сепультура. И этих тоже помним, да? Жирно? Да, жирно. Ну вот, собственно, и всё. Мы с вами узнали, какие металл-группы есть в Казахстане. Но до этого, признайтесь, вы и сами не знали, что металл есть в Казахстане тоже. Но, тем не менее, мы узнали что-то новое и, надеюсь, мы пополнили свои плейлистики. А на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, записывайтесь на уроки. Не забываем про Donation Alert и Rolltons. И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова